Добрый день! Снова с вами Дмитрий Митрофанов. На этот раз я расскажу вам про светильник в виде рыбы удильщика или морского черта. Из чего у нас сделан сам светильник. Это, значит, венец маховика жигулевский. Раньше я брал их на металлоприемки, брал маховик, отпиливал, значит, делал надрез. Он отскакивал сам этот венец, потом это все чистилось, потому что венцы вечно ржавые, грязные, там вечно в какой-то пыли. А потом просто подумал, что мне брать старый, чистить его там несколько часов. Посмотрю, сколько новый стоит. Посмотрел в автомобильном магазине, оказалось, что он стоит всего 230 рублей. По-моему, что-то такое. Короче, просто пошел, заказал парочку венцов копеечных. Вот купил и чистить не надо, и готовая вещь уже есть. Так, дальше что? Дальше у нас просто листовой металл. Вырезал круг из него по диаметру венца. Чуть поменьше, чтобы на зубе не находило. Из чего сделал рот? Рот сделал из направляющей от сидения, то ли с Волги, то ли с Уазика. Половину распилил. Вот он был такой в сечении полукруглый. Распилил пополам. И сзади приварил зубья. Зубья из шпилек. Шпильки сантехнические разрезал их. Вот эта часть острая пошла на зубы. Ну, а остатки пошли вот здесь вот на хвост. Что тут еще? Так, цепь. Не знаю, с какого там мопеда, видимо, цепь взята. Приварил ее. Как бы она выделяет голову рыбе. Подшипник. Подшипник добавил еще шарик, чтобы такой был выпуклый глаз. Это, значит, кругляшки у меня оставались от лазерной резки. От другого изделия. Вот сделал из них, как бы, такое подобие чешуи. Плавники вырезал просто тоже из листового металла. И сделал всякие насечки. Вот за честным кругом по болгарке. Вот такие пропилы сделал, чтобы поинтереснее смотрелось. Не было таким просто банальным. Ну и сваркой нанес вот такие прожилки дополнительно. Вот эта часть, это от тормозной колонки, колодки барабанной направляющей. По-моему, жигулевская колодка. Я ее обрезал. Тут вот под тросик ручного тормоза был зацеп такой. Его отрезал, отпилил, тоже добавил сварки. Получилась такая вещь. Трубку взял от какой-то лампы старой советской. Приварил гайку, которая ее держит. Здесь обычно ставлю контрагайку, чтобы повернуть вот этот вот саму трубу под определенный угол. Гайка с москвича. Это крепление болт шатуна, который крепит нижнюю крышку шатуна. Вот болт с резьбой 10х1. Там от него гайка взята. Отлично подходит под светотехнические вот эти изделия. Там такая же резьба. Что дальше у нас? Дальше тут... Держатель патрона у нас сделан. Это взят, сейчас скажу, амортизатор с какой-то иномарки. У него ухо вот здесь вот отпилено. Часть корпуса отпилена. Буквально 8 сантиметров. И к нему еще приварена какая-то цепь. Цепь ГРМ. Не помню, с какого автомобиля. Ну и лампочка. Лофт лампы Эдисона. Как обычно, всего 40 ватт. Сзади приварил петельку. Вот уже успел поцарапаться острая вещь. Приварил петельку, чтобы можно было вешать. И вот такой направляющий для шнура, чтобы он у нас огибал вот эту пасть и не мешался. Чтобы вот так вот вешать на стенку. Все хорошенько зачистил. Покрыл прозрачным лаком из баллончика. Такое вышло изделие. Сейчас включим, посмотрим. Ну вот у нас лампочка горит. Ну это в принципе даже не светильник скорее. Так декоративное изделие, а арт-объект. Особо там освещение от него не требуется. Как такой ночничок. По времени у меня это заняло где-то 12 часов. Я считал от начала до завершения работы. Там проведение шнура, подключение лампы. 12 часов времени. Вот такой вышел морской черт у нас. С вами был Дмитрий Митрофанов. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. У нас еще много интересных работ. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok